В общем, мы хотели бы с вами поговорить о патриаршекомиссии, в которой вы участвовали, и о проблемах литературы. В интернете появилась информация о том, что вы высказались об исключении из списка литературы учебные произведения Чехова и Куприна. Мы хотели бы прояснить этот вопрос и спросить вас, что именно вы сказали о рассказах Чеховой и Бунина и Куприна на заседании патриаршекомиссии, и почему вообще всплыл и встал этот вопрос? Совершенно удивительная история, которой я искренне рад по ее результатам. А именно, общество наконец-то заинтересовалось русской литературой и особенностями ее преподавания в современной школе. Хотя сама патриаршекомиссия в течение трех часов беседовала совершенно о другом. О проблемах абортов, демографии, борьбы за целостность семьи, которой противостоят часту органы опеки, и прочее, и прочее, и прочее. И в завершение нашей многочасовой деятельности мы стали говорить о идеале семейной жизни, который основательно выветрился в головах современных женихов. Проблема была далека от литературы, а именно разговор вращался вокруг другого предмета. Почему многие современные девушки, красивые, умные, с понятием о чести, трудолюбивые, живя в многомиллионных городах, не могут найти себе пару, не могут найти принца. Я взял двухминутное слово, благодаря которому разгорелся весь сыр-бор, и высказал предположение, гипотезу, что в умах современных людей разрушен сам идеал семьи. Представление о счастье не включает в себя стремление к семейному укладу. Любовь мыслится совершенно размыто, без каких бы то ни было берегов верности, ответственности, чести, стремлений рука об руку прожить долго и счастливо, и умереть в один день. И вот от этого-то посыла, восстановления семейного идеала, я как учитель русского языка и литературы, филолог-россист с правом преподавания иностранного языка, учитель высшей категории, взял на себя право подумать о том, справляется ли современная школа с этой самой важной жизненной задачей – формирование идеала семьи в умах и сердцах школьников. И процитировав две-три строчки из Бунина, его рассказа «Кавказ» и Чехова о любви, упомянул небольшую методичку подготовка, планирование, простите, поурочное планирование по литературе известного автора, который уже так переулновался, что я буквально после нашей записи буду объясняться с ним по телефону. И посетовал, что в восьмом классе вместо старосветских помещиков Николая Васильевича Гоголя, может быть, каких-то современных рассказов Николая Агафонова, священника, но и член Союза писателей, на которой пишет замечательные невыдуманные рассказы о любви, или Куприна, рассказ «Страшная минута» из полного собрания сочинений, где героиня преодолевает тот саблан, который сокрушил Катерину из драмы «Гроза» и, так сказать, был виной ее самоубийства. Я посетовал тому, что очень сложные, проблемные произведения, в центре которых стоит любовный треугольник, предлагаются восьмиклассникам, романтично настроенным мальчикам и девочкам, которые и любви-то еще не нюхали и имеют самые высокие представления о большом чувстве. И посоветовал Патриаршей комиссии выразить озабоченность в отношении Департамента образования, предложить подумать его чиновникам о том, чтобы пополнить программу теми классическими произведениями, которые будут формировать семейный идеал, а не разрушать его. Следующий вопрос, который хотелось бы задать, он, собственно, касается программы литературы и методички этой. Рассказы, упомянутые вами, я не нашла, на самом деле, в программном списке литературы, и они действительно включены всего в несколько учебников. В связи с этим такой вопрос. Вы видите проблему в том, что они вообще существуют в программе, или проблему в том, как с ними предлагают работать методисты? Проблема более глубокая, на мой взгляд. Много произведений хороших и разных, иные из них говорят о драгемах, иные из них говорят о драмах, трагедиях жизни. Но в большинстве случаев на уроках истории, литературы, при существовании многих хрестоматий, авторских курсов, учебников, главное, что определяет успех в делах воспитания подрастающего поколения, это сердце самого педагога, его нравственные установки, его образ мысли и образ жизни. И даже ежику понятно, если этот ежик хоть сколько-нибудь имеет отношение к делам воспитания, что умение расставить акценты, умение вынести нравственное суждение, сама позиция учителя во многом определяет сухой остаток, ту результирующую, то, что остается под знаменателем в умах и сердцах детей. В этом смысле средства массовой информации, конечно, выпустили очередную партию уток относительно освещения работы Патриаршей комиссии, потому что с моей точки зрения, и в этом был смысл моего очень короткого слова, сегодня мы, родители, педагоги, воспитатели и священники, должны уметь нравственно ориентировать нашу молодежь и прежде всего показывать ей идеал, к которому нужно стремиться. Школы не существует без темы идеала и без темы подвига. И хороший, талантливый учитель, который любит детей, может, я в этом абсолютно убежден, использовать любую фактуру, любое литературное произведение, если это только не Лолита, если это только не Лолита, о которой господин Познер уже успел высказаться, как всегда в ироническом духе, сказав, что скоро дети будут изучать и Лолиту, и что тогда скажут церковники. Если это не литература, которая относится к области секса, патологии, то хороший учитель, безусловно, сумеет и от противного оттолкнуться, и таким образом размышления о жизни, о добре и зле, о выборе жизненного пути, о любви, семье и верности, у нас даже есть такой официальный государственный праздник в России, все эти темы преподать и начать дискуссию, серьезный разговор со старшеклассниками, взяв за повод и «Даму с собачкой» и любое другое произведение известного автора. Вы знаете, вот буквально вчера, наверное, один из педагогов московской школы опубликовал ответы учеников, с которыми он попытался обсудить, с вашей ли подачей или потому что это входит в программу действительно изучения литературы в восьмом классе, обсуждение детьми рассказа «Кавказ». Я не могу сказать, что ответы были какие-то оригинальные, но по мнению многих педагогов, они свидетельствуют о том, что, в общем-то, дети, они мыслят довольно интересно, часто глубоко. Вот я бы хотела вам их показать, наверное, и хотела спросить, что вы по этому поводу думаете, и можете ли вы это как-то прокомментировать? Дети всегда мыслят глубоко, оригинально и интересно. Эти замечательные ответы говорят только о том, что дети находятся в хороших руках педагога, которые учат их мыслить, думать, опираясь на нравственные чувства, совесть, присущую каждому человеку. Изучив эти ответы, я увидел, что они достаточно близки по содержательной стороне, как раз на пособие, о котором я говорил, по урочное планирование по литературе госпожи Ереминой. Возможно, педагог пользовался этой книгой, что само по себе вполне понятно. Но сейчас не будем заниматься источниковедением. Из этих ответов видно, что умы и сердца современных детей находятся в неустойчивом равновесии. «Мужу не стоило убивать себя», пишет Антон, «из-за несчастной любви. Ему нужно было продолжать жизнь и найти себе новую женщину, которую он будет любить больше прежней». Так может высказаться 13-14-летний подросток, который не знает, что истинная любовь всегда оставляет в душе незаживающую рану, если какие-то внешние или внутренние обстоятельства разбивают союз двух любящих друг друга людей. Мы, священники, хорошо знаем, что, потеряв любимого человека, вторая половина очень часто остается неприкаянной. Она не может полюбить кого-то еще, потому что человек по натуре однолюб. Бог создал Адама и Еву друг для друга, они никого не знали, кроме себя, и были счастливы. И в этом смысле педагог, слыша такой достаточно самостоятельный и современный ответ, конечно, примет его к сведению, но сделает и свою собственную ремарку. Я, как учитель и священник, хорошо знаю, что слово учителя очень весомое и авторитетное. Даже если точка зрения учителя не принимается оппонентом юным, и у аудитории есть иное мнение, все равно это зернышко, которое падет в глубину человеческих сердец и даст свой рост. Герои сами создали ситуацию виноватых? Нет. Пишет Таисия. Зачем кого-то винить, если всем было удобно, точнее, только героине? Она считала, что любовник ее настоящая любовь, но забыла про мужа, который мучился. В итоге все остались у разбитого корыта. На чужом несчастье, делает девочка, вывод счастья не построишь. Замечательно. Педагог должен уметь как раз ухватиться за такую соломинку и в результате дискуссии акцентуировать главные выводы, поставить акцент. На чужих костях счастье не построишь. Если любовь приносит кому-то несчастье, то это не есть подлинное высокое чувство. Любовь отдает, но не прихватизирует. Считаю, что жена офицера должна была сказать ему, любовь прошла, завяли помидоры. Но она, рассуждает Алена, ему этого не сказала. Он сам догадался обо всем и застрелился. И мое мнение, она виновата. Вот мы видим, даже из малой части этих ответов, что дети искренне высказывают свое суждение. Но мы, педагоги, должны смотреть на каждого ребенка в перспективе его собственного движения по жизни. Перед нами живые судьбы, живых людей, еще не раскрывшихся, как бутоны, которые ждут только теплых лучей весеннего солнца. Я и хочу спросить Бунина, госпожу Еремину, самого учителя, каким образом им... Я и хотел бы спросить самого классика, автора этого произведения, учителей, методистов. Какую путевку в жизнь мы нашими рассуждениями выдаем, как Мустафе из республики Шкид, воспитатель их. И этот рассказ, как мы видим, вызывает бурное обсуждение, но для нас главное, как сама Таисия, Алена, взойдя в возраст 16, 17, 20 лет, прожив с мужем 5-6 лет, на вызовы современности сумеют отреагировать, справятся ли они с девятым валом искушения, которое приходит 25 лет спустя. Видно, что урок был, наверное, очень интересный, но достигнуто ли главное? Сумели ли педагоги сделать какую-то инъекцию витальной силы? Сумели ли они методом профилактики обезопасить будущих влюбленных мужей и жен от адультера, от двойной жизни? Помните, как начинается этот рассказ «Кавказ»? воровским образом он снимал номера, где до утра проводил время с этой прекрасной бледной женщиной, которая всегда уходила в слезах, размышляя, надолго ли это счастье, скоро ли оно оборвется. У меня большой вопрос, как у человека, который имеет своих детей, что это? Дано ли будет нашим воспитанникам и воспитанницам вообще полюбить, если их познания об этой важнейшей стороне жизни начинаются с номеров? Я думаю, что Бунина мы, конечно, не можем упрекнуть, потому что он не предполагал, что его произведение войдет в курс литературы. Я тоже. К учителям, возможно, есть вопросы, но вы считаете, что школьная литература должна учить нравственности и должна быть такими уроками морали? Представь себе, я бы сейчас сказал, в портале православии.ру Школьная литература не должна учить нравственности, в школьной литературе должно быть до морали так же далеко, как до луны. Но давайте лучше в школе, как предлагает господин Познер, с 10 лет детей познакомим с классикой по русскому языку Лолитой Набокова, а на группе продленного дня покажем 40 оттенков серого. Мне сегодня учительница в образовательной школе, куда я был приглашен побеседовать с детьми о любви, семье и браке, как раз на тему известных рассказов, с нескрываемой болью поведала, что в четвертом классе дети обсуждают 40 оттенков серого. и когда она как директор стала спрашивать у литераторов своих, что это за 40 оттенков серого, те сказали, Татьяна Владимировна, вам даже и смотреть-то нельзя это произведение, вы этого просто не выдержите с вашими комсомольскими представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо. Школа не должна быть домом толерантности, терпимости. Школа испокон века являлась училищем добродетели, школа должна нравственно ориентировать произведения, которые мы изучаем в школе, должны возводить сознание учащегося к определенной норме. школа должна воспитывать, ну а что касается самой литературы, не будем ставить знак равенства между проповедью и художественным произведением. Искусство должно быть величаво говаривал Александр Сергеевич Пушкин, но это значит, что живописное полотно, новелла, рассказ про дни малого жанра, романы попеи должны так воздействовать на умы и сердца зрителей, читателей, чтобы пробуждать в этих сердцах все лучшее, что в них сокрыто. Литература должна приподнимать, литература должна нравственно укреплять, художественное произведение должно всегда показывать свет в конце туннеля. И в этом смысле выводить литературу по совету Фридриха Ницше за демаркационную черту по ту сторону добра и зла значит просто оставить наших детей беззащитными перед веком постмодернизма распадений формы и содержания, когда уже на школьном балу под ногами по выражению Федора Ивановича Тютчева хаос шевелится. В этом смысле учитель всегда и воспитатель, а дети, простите, а родители, которые отдают своих детей в школу именно ко мне, если я директор школы или в мой класс, очень надеются, что в 11 классе на школьном балу их девочки будут в состоянии девственности, чистоты. И в этом смысле если учитель не справляется с задачей нравственного воспитания и дети при при всем, при всей широте их кругозора и участии в олимпиадах теряют свою невинность, если их умы и сердца заражены матерной бранью, если юноша смотрит на девушку не со стремлением послужить ей, а использовать ее в удобный и неудобный момент. Перед нами фиаско школьного образования, воспитания, что, собственно, в 90-е годы и доказали. Потому что если Раскольников еще мучился убивать ему проценщицу или нет, переступать через кровь или нет, то наши милые детишки, закончившие в начале 90-х годов общеобразовательной школы, даже не мучились, освоив новые профессии киллеров или представительниц древней легкой профессии, и мы должны сегодня, согласитесь, дорогие мамы и папы, дорогие порталы и информационные агентства, мы должны сегодня учитывать этот опыт, потому что, как справедливо сказал Святейший Патриарх сегодня на собрании Возрожденного Общества Российской Словесности, нас волнует не сами по себе авторы, мы не собираемся отлучать Льва Николаевича Толстого от школы после того, как он сам отошел от церкви, и не собираемся русских писателей классиков поверять иконостасам или вставлять их лица в иконостасы, но нам очень важно следовать Пушкинскому Завету, быть может всем любезен буду я народу, вот философия учителя и священника, что в наш жестокий век восславил я свободу и милость падшим призывал и никого не осуждал. Спасибо. Наверное, немножечко все-таки еще мы вернемся к вопросу преподавания литературы школы все-таки у вас есть опыт преподавания. Скажите, пожалуйста, поделитесь, во-первых, своим опытом, а во-вторых, как вам кажется, какие очевидные проблемы преподавания литературы в школе сейчас существуют помимо списка рекомендованной литературы? Я сам помню себя учеником английской специализированной школы в центре Москвы и оглядываясь в ретроспективе туда, в свое отопчество и юность, к сожалению, не могу сказать, что уроки литературы или истории хоть как-то задели мое сердце, потому что по писателям тогда проходили кирзовыми сапогами революционно-демократической теории. К сожалению, хотя время капитально изменилось, нужно сказать, что педагогов, которые бы действительно воспринимали драму жизни писателя, которые могли бы деликатно, тонко прикоснуться к их личной судьбе «де мортуус аут бена аут нихель» о покойниках либо хорошо, либо ничего. Сегодня совсем немного педагогов, которые на сердечном эмоциональном уровне могли бы переживать, сочувствовать, сострадать этим вечным искателям и путаникам. Еще меньше тех, кто сегодня ставит перед собой задачу, о которой я уже сказал в начале нашей беседы, оттолкнувшись от конкретного сюжета, Машенька Миронова и Петруша Гринев, Наталья Ростова и Пьер Безухов, Татьяна Ларина и Евгений Онегин. Тактично и тонко с помощью литературных аллюзий перекличек и мостов тотчас вернуться в 21 век и сделать урок литературы уроком жизни. Так, чтобы дети не просто уходили умом в предание старины глубокой, но сами стояли перед выбором и на примере персонажей, героев произведения они уже преодолевали определенные искушения, принимали на себя определенные решения с намерением идти дорогой чести и правды и добра. В этом смысле священнику и педагогу в одном лице действительно перед ним раскрывается благодатное поле, потому что любую возможность мы словесники, гуманитарии можем и должны использовать для этих уроков добра. Милые дети, вы, конечно, помните того героя, который синего моря устав после безуспешной ловли домой возвращался влача за спиной свой невод. Вдруг он увидел в дверном косяке прислонившись к двери, уперев руки в боки, встречала его супруга мутным, недоброжелательным взором она на него смотрела. Как вам кажется, ну, можно ли мужа, труженика, супруга, который, выбиваясь из сил, трудился от дари до дари, встречать вот с такими словами «Дурачина ты, простофиля, ступай к синему морю». В этом смысле любой рассказ Бунина, Чехова, сказка Пушкина, даже о папе и работнике в обалде может послужить нам прекрасную службу. И я бесконечно рад возможности в наше непростое бестальковое время отвечать на приглашения директоров или завучей и совершенно светскими, но не советскими ребятишками беседовать о Есенине и Маяковском, о Пушкине и Лермонтове, потому что все они хочешь не хочешь, но явились на грибне тысячелетней русской культуры и их личная судьба и их творчество являются самым благодатным материалом для размышления о том, для чего ты живешь, какой смысл твоей жизни, как созидать взаимоотношения между мужчиной, мужчиной и женщиной, в чем человеческое счастье, в том, чтобы приобретать или отдавать, как превращать будни в праздник и прочее, прочее, прочее. Поэтому мне повторяю, чрезвычайно радостно, что наше общество, благодаря доблестным средствам массовой информации, государственным, не умеющим ни слушать докладчика, ни делать какие-то правильные выводы из его короткого сообщения сегодня так бурлит, переживает, к сожалению, ненадолго, обсуждая, что же будет с нашей литературой. Очень надеюсь, что и благодаря нашему интервью число часов по преподаванию литературы возрастет, произведений русских классиков умножатся, особенно в старших классах. Вы могли бы все-таки в двух словах сказать, о сложностях, может быть, с каким-то конкретным произведением, которые у вас возникали во время вашего преподавания? Конечно. Я помню еще себя молодым педагогом, только-только вышедшим со скамьи филологического факультета и в замечательном заведении в математическом интернате имени академика Коломогорова. Я преподавал еще в 80-х годах русскую литературу, и в частности мы разбирали тот же любовный треугольник, только на примере романа «Схемы», главные герои, которого представляют собой какие-то ходячие идейные конструкты. «Что делать?» Вера Павловна, Лопухин, Кирсанов. И как молодой супруг, венчавшийся со своей супругой, отделился опытом со старшеклассниками и высказывал суждение, что гнуснее быть ничего не может, чем мужу оказаться сводником и свою подругу жизни предложить революционному товарищу, отойдя в сторону ради интересов мировой революции. Помнится, что это был маленький взрыв, удалось мне тогда проработать всего лишь год в этом учебном заведении, однако когда мы далее беседовали о Катерине и драме «Гроза», помню, девочка подошла ко мне и сказала мне с легкой сделочкой так кокетливо подмигивая глазами мой адрес. И что эта Катерина так мучилась? Что она дура? Зачем нужно было во всю Ивановскую трубить о ее связи с Борисом? Нужно было действовать в духе города Калинова и все спрятать поделенное сукно, а то она сама провоцировала трагическую развязку. Это собственно не трудность, а одно из многочисленных свидетельств, как явствует из писем наших детей, что дети мыслят совершенно самостоятельно в соответствии с тем, что они видят в собственной семье, с теми примерами, которых окружают живой жизни. И в этом смысле педагог вовсе не всегда побеждает в своем намерении посеять семена разумного, доброго и вечного. Личность свободна. Но главной своей сверхзадачи педагог, на мой взгляд, должен видеть следующее. Своим собственным примером засвидетельствовать о неприходящей значимости любви и верности он должен ненавязчиво, с любовью и со слезами о страждущем человечестве, как отделу Николай Васильевич Гоголь плакал невидимыми меру слезами, выносить нравственные суждения, предоставляя детям свободно мыслить и высказываться, однако подспудно прокладывая у них на глазах эту дорогу жизни, которую каждый, безусловно, проходит самостоятельно. Трудности бывают у всякого педагога и поражения и победы идут рука об руку. Как правило, главной трудностью своей я видел, что не укладываясь в прокрустово ложе государственной программы, потому что в ответ на произведение «Гроза», мне хотелось детей познакомить с уже упомянутым мной рассказом Куприна. «Страшная минута», где главная героиня ведет себя совершенно противоположно Катерине и преодолевает искушение, оставаясь матерью, женою, женщиной большой буквы. А вы сегодня еще упоминали такое произведение Александра Сергеевича «Сказка о Попе и его работнике Балде». Хотелось бы услышать ваше мнение, в какой версии бы вы оставили его, в той, которая в 1882 году вышла в оригинале, или цензурированная Жуковским как сказка о купце Кузьме, если я не ошиблась, профессиональная принадлежность была заменена, насколько я помню, одного из главных героев этой сказки. Пушкин мой любимый писатель, и, конечно, все мы благоговеем пред его художественным гением. Я думаю, что нам трудно на машине времени переехать в 19-й век и стать цензором Александра Сергеевича. Сегодня многое изменилось, и думается, что я бы предпослал этой сказке, которую, конечно, могут читать все желающие, сказка это взрослая, написана для взрослых, предисловие заимствов какие-то мысли из Валентина Семеновича непомнящего, а заодно и порассуждав сам, потому что безусловно, Пушкин это не Вольтер. Пушкин имел мягкую, светлую душу, он умел улыбнуться не только над своими героями, над самим собою, но то очевидно, что, будучи детятей своего века, он не мыслил о священнике в величии его литургического служения. Пушкин достаточно был отдален от матери церкви, особенно поначалу, воспринимая более на обрядовом уровне деятельность священника. Поэтому думается, что было бы неблагодарным трудом вторгаться в ткань этой сказки, но сегодня вполне можно было бы написать умное предисловие, литературный стиль, который бы не уступал оригиналу, и таким образом подготовить современного читателя к адекватному прочтению текста. Но что касается наших детей, справедливо ли было бы знакомить их с пасторским служением, служением любви, как служением учителя и врача, только на примере отца Федора Ильфа и Петрова или стяжательного папа Толоконного Луба. Весь и пафос нашей сегодняшней беседы и вчерашней дискуссии с корреспондентами издательств современных заключается в том, чтобы расширить спектр произведений, выбирать для детей не те произведения, где душа как пинг-понговый мячик с одной стороны стола, на другой прыгает в отношении бытия и небыти, добра и зла Мефистофель и ангела-хранителя, но уметь преподавать детям подлинные знания о жизни, формировать идеал, в свете которого они уже будут делать свой собственный выбор. «Хотелось бы спросить, а как вы относитесь вообще, что вы думаете о попытках некоторых современных литераторов так или иначе притянуть русских писателей к православию, даже если сами писатели сопротивляются? Да, мне приходилось об этом размышлять, читая литературоведческие исследования господина Дунаева, покойного знатока русской литературы, который исследовал такую тонкую интимную тему, как взаимоотношение того или иного писателя с церковью, христианством. Безусловно, когда речь идет о русских писателях, то глубокое исследование уместно, большинство из них крещены, большинство из них имели светлые детские воспоминания о няне или бабушке, молившиеся пред полуосвященной иконы. Многие из них так или иначе соприкасались с таинцами церкви, мучились сомнениями. Но что касается творчества, то понятно, что здесь очень опасно какие-то железные скобы вбивать в ткань литературного произведения и биографии самого писателя. Или однозначно выводить из того или иного художественного образа особенности мировоззрения писателя. Потому что писатель всегда многолик, он глубок, подлинное художественное творчество таково, что мастер слова умеет создать литературный портрет, он умеет вжиться своего героя. И все мы знаем, что было бы большой ошибкой отождествлять автора и лирического героя. В этом смысле Михаил Дунаев наверное полезен и очень полезен для людей вообще не интересовавшихся русской литературой, ее движением по столетиям от 19 к 20 он полезен рядовому учителю, который не имеет систематического богословского образования. Однако мне более по душе мы уже говорили об Александре Сергеевичу Пушкину, которого коммунисты делали вольнодумцам и чуть ли не участникам Майдана на Сенатской площади. Какие-то современные гиперблагочестивые авторы хотят нарисовать нимб над его чулом. Валентин непомнящий, который, кажется, беседует с Александром Сергеевичем от уст к устам и от сердца к сердцу. В своих работах дает, кажется, образец, насколько тонки, хрупки эти нити, соединяющие Пушкина с его собственной эпохой, реалиями того времени, как опасно изобретать своего Пушкина и вообще притяжательные местоимения по отношению к этому национальному гению «мой», «твой», «свой» не самое лучшее. И, будучи сам чуть-чуть литератором, пробуя себя и в прозе, и поэзии, я вижу, что по реакции читателей насколько неблагодарное дело сегодня написать даже простое лирическое стихотворение. Едва лишь твои современненькие друзья и прихожане, если речь идет о священнике интерес сугубый, прочитают какое-либо размышление на тему, они тотчас начинают что-то высчитывать, притягивают за уши литературные реалии, пытаются составить маршрут вашего движения как у Чичикова, путешествовавши по Святой Руси, за тебя домысливают, сочиняют и литературу тонкое дело, нужно иметь очень тактичную и деликатную и мудрую душу, чтобы не превратиться в качестве литературоведа в слона, который входит всем своим корпусом в фарфоровую посудную лавку, новеллы, поэмы или рассказы. В сегодняшних реалиях, и как бы в нынешнем сложившемся контексте, как вам кажется, насколько должна и вообще должна ли церковь как-то влиять на преподавание? Ну вот, вообще, в школьных предметах, в частности, литературы. сегодня есть немало таких медийных лиц, иногда позиционирующих себя в качестве атеистов, которые вообще хотели бы представить церковь маргинальным сообществом и выделить ей церкви одну-единственную епархию на Луне, а желательно на Марсе, подальше от детей, подальше от живой жизни, приписывая ей какие-то черты тоталитаризма, обскурантизма. Вот господин Познер, его можно уважать во многих отношениях, но он начал уже новую кампанию против святейшего патриарха или самой церкви. Опять-таки превратно перетолковав последнее слово святейшества человека Божия, ереси человека Божия, вследствие которой человек объявлен мерой всех вещей и, стало быть, все дозволено под этой Луною, если впадшей человеческой сущности система координат накрепко, намертво утверждена. Сегодня кто только не позволяет себе иронизировать, а иногда и просто гавкать, как моська на слона, на русское православие, обвиняя его в собственных огрехах. сегодня безусловно московская патриархия в лице той или иной комиссии придерживается здравой точки зрения, выразить озабоченность, пожелать тем или иным государственным инстанциям критично взглянуть на ситуацию. Сегодня церковь, как сестра милосердия или как добрая учительница величавая с нравственными речениями, это образ из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина о лицейских годах, она дает рекомендации, советует, либо вносит нравственную оценку тому или иному явлению, особенно если оно становится опасным для душ человеческих. Поэтому все служители святого алтаря, начиная от святейшего патриарха до деревенского, сельского батюшки, знают свое место, делать церкви быть рупором общества, выносить и оценивать на весах правды и любви то или иное явление, но не диктовать, не штурмовать, не возводить на эшафот, по милости Божьей православие никогда этим не занималась. Хорошо, и тогда последний вопрос можно? Какие бы произведения, может быть, последних 20 лет, которые вы сами читали, может быть, они вам нравятся или наоборот не нравятся, вы бы включили в программу литературы, в школьный курс программы? То, что мне не нравится, я, конечно, рекомендовать никак не могу, хотя иногда приходится просматривать, чего только не пишут в наше время, но остается сожалеть, что многие талантливые прозаики нашего времени с очень теплым, чистым тоном повествования, например, Николай Агафонов, есть такой протериев, самаре, член Союза писателей России, в его непридуманных рассказах, из этих рассказов можно выделить совершенно классичные по духу, по стилю, по художественности рассказы о любви двух старичков, это новая версия староцветских помещиков, которые пронесли эту свечу взаимного доверия через всю жизнь и умерли в один день, рассказ опирается на реальную фабулу, сухининой Наталья Сухинина, пишет это для взрослых, больше нужно привлекать произведения Шукшина, Астафьева, Валентина, Распутина, и думается, что эти залежи сибирских руд у нас как ни у какой другой нации велики, и церковь могла бы в лице своих экспертов много полезного посоветовать, если бы кто-то пожелал ее послушать из департамента образования. Ну, списочек тут у меня есть просто, на ходу. А какие-то авторы, вот прям, которые на слуху сейчас? Мне очень вот недавно я прочитал детское произведение Елена Робинзон. Это произведение конца 19-го, начала 20-го века. Новая версия Робинзона. Главной героиней является 12-летняя девочка, которая со своим отцом попадает на необитаемый остров. Произведение переводное, но написано настолько увлекательно, интересно погружает читателей, даже взрослого, в мир фауны и флоры и между тем говорит о смелости, отваге, мужестве, чести и любви. Я надеюсь, что сегодня, когда педагогам позволено строить авторские курсы и прекрасно даже знаю своих друзей, литераторов, сегодня, слава Богу, с учителей это зашоренность. Сегодня учителя не так зашорены, они имеют такие возможность вводить детей в царство русской литературы достаточно смело, и те должны быть им за это благодарны. спасибо, хотя я хотела спросить именно про попытки Министерства образования включить в список литературы, например, обязательной Пелевиной или Людмилой Улицкой, Насчет Улицкой не все так просто, мы очень такая многогранная, и может быть, это особый разговор, я думаю, что школьники наши не должны путать между добром и злом, очень легко познакомив их с профессором Воландом, который мастерски выписан и являясь носителем зла, носит личину добра своеобразно понятого, очень легко наших детей превратить в таких штейнерианцев, которые принимают некую абстрактную духовность при признании относительности добра и зла, инь и янь, но это я сейчас может быть лишнее скажу. Сегодняшняя современная жизнь настолько сурова и настолько беспощадно жестока, что мы, педагоги, должны, не должны быть какими-то мечтателями в розовых очках. Нужно уметь детей защитить и подготовиться к этому сражению с жизнью. Поэтому хорошо все, что дает добрый результат. Я считаю, что педагог-словесник, гуманитарий, воспитатель справится со своей задачей тогда, когда он приведет своим воспитанникам, хотя бы в отдельно взятом классе, отвращение к ненормативной лексике, на которой уже думают современные дети. Нужно привить детям такой вкус слова, чтобы во внутреннем мире их личности было светлое языковое поле. Впустите туда писателей, которые мыслят на стилистически заниженном языке, и вы увидите, что эти токсины вывести практически быть невозможно. Задача номер два. Чистота души и тела. Потеря детства, загубленное детство. Ребенок, который научится ценить сокровища ему данные от природы, невинность. Девушка, которая выйдет из школы с понятием о чести и вместе с мечтой о великой настоящей любви, будет благодарна тем педагогам, которые, оставив в стороне сложных авторов, со сложной жизнью, со сложным восприятием семьи, сумеют сделать свой выбор, сохранив свое здоровье и сообщив это здоровье детям. Третье. Жалость, любовь, сострадание, которым противостоит индифференцизм, бесчувствие, эгоизм, ирония, сарказм, жестокосердие. Сегодня очень трудно помочь нашим детям, сахарни, живую душу и уметь преподать эти уроки любви, так, чтобы они, любя все живое, не превратились в разрушителей. Не знаю, может быть, сейчас мои слова есть какая-то сладкая политическая лирика, но для меня, как священника, это жизненно и важные категории. Это настоящий подвиг. И только все произведения будут хороши, которые помогут педагогу сделать эту инъекцию этого эликсира правды, любви, чистоты, потому что на теории относительности еще никому не удалось воспитать настоящего человека. Спасибо. Спасибо. Взаимно. Спасибо.